Сера, глава 4. Ибо когда он в горести души своей будет проклинать тебя, сотворивший его услышит моление его. В собрании старайся быть приятным, и перед высшим наклоняй твою голову. Преклоняй ухо твое к нищему, и отвечай ему ласково, скротостью. Спасай обижаемого от руки обижающего, и не будь малодушен, когда судишь. Сиротом будь как отец, и матери их вместо мужа. И будешь как сын вышнего, и он возлюбит тебя более, нежели мать твоя. Премудрость возвышает сынов своих и поддерживает ищущих ее. Любящий ее любит жизнь, ищущий ее с раннего утра исполнится радости. Обладающий ей наследует славу, и куда бы ни пошел, Господь благословит его. Служащие ей служат святому, и любящих ее любит Господь. Послушный ей будет судить народы, и внимающий ей будет жить надежно. Кто верится ей, тот наследует ее, и потомки его будут обладать ею. Ибо сначала она пойдет с ним путями извилистыми, наведет на него страх и боязнь, и будет мучить его своим водительством, доколе не уверится в душе его и не искусит его своими уставами. Но потом она выйдет к нему на прямом пути и обрадует его, и откроет ему тайны свои. Если он совратится с пути, она оставляет его и отдает его в руки падения его. Наблюдая время и храни себя от зла, и не постыдишься за душу твою. Есть стыд, ведущий ко греху, и есть стыд, слава и благодать. Не будь листоприятен против души твоей, и не стыдись ко вреду твоему. Не удерживай слово, когда оно может помочь. Ибо в слове познается мудрость и в речи языка знания. Не противоречь истине и стыдись твоего невежества. Не стыдись исповедовать грехи твои и не удерживай течение реки. Не подчиняйся человеку глупому и не смотри на сильного. Подвязайся за истину до смерти, и Господь Бог поборет за тебя. Не будь скор языком твоим и ленив и неродив в делах твоих. Не будь, как лев в доме твоем и подозрителен к домочадцам твоим. Да не будет рука твоя распростертая к принятию и сжатая при отдании.